САВИКА ШУСТРА Губернатор заявлял о капитальном ремонте трассы Одесса-Рени, хотя на данный момент это текущий ремонт. Общая протяженность трассы Одесса-Рени составляет почти 300 километров. Изначально планировали отремонтировать только 80. Ремонт стоил бы больше миллиарда гривен. Сумму на полноценную реконструкцию не рассчитали. Не отремонтированы пять участков, которые должны были финансироваться за счет перевыполнения доходов в таможне. К концу года обещали завершить ремонт по всей трассе Одесса-Рени, но ВОЗ и ныне там. Время в пути к райцентру далеко от обещанных Саакашвили трех часов. Недостроена дорога и другие невыполненные обещания. Некоторые люди связывают с тем, что в работе команды реформаторов было больше пиара, чем реальных действий. Вот как на своей странице в соцсети охарактеризовал работу экс-губернатора Одесской области директор по вопросам информационных технологий Приватбанка Дмитрий Дубилет. По его словам, когда в нашем регионе команда специалистов попыталась внедрить систему государственных электронных услуг, коллеги экс-губернатора сначала отнеслись к этой новаторской идее прохладно, а потом и вовсе начала ее саботировать. Помню, как меня поразило, что про Миша, как всегда, где-то с камерами говорили абсолютно все, включая его замов и ближайших соратников, как о чем-то само собой разумеющемся. Впрочем, на вопрос, кто же тогда руководит администрацией, ответа тоже не было. По словам Дмитрия Дубилета, в Одесской области было внедрено 17 электронных услуг социальной защиты. Это и оформление субсидий, и пособия на ребенка. Однако в итоге из-за саботажа команды Саакашвили все инициативы пришлось свернуть. Также экс-губернатор отличился еще одним экстравагантным заявлением. Он отметил, что Приватбанк должен быть национализирован. Только так, по словам Саакашвили, можно изменить к лучшему ситуацию, которая сложилась в банковском секторе Украины. Администрация признается в основной стране. С другой стороны, олигарх играет судьбами огромной армии кладчиков Приватбанка, которая может лопнуть в любой момент вот так. А для Порошенко и его администрации важнее, чтобы они напали на Саакашвили, чем защитить сотни миллионов кладчиков Приватбанка, которые могут, еще раз говорю, лопнуть, и нормальные системы давно бы его уже национализировали и взяли под охрану этих кладчиков. Свои претензии к Приватбанку Саакашвили обосновал тем, что меморандум правительства Украины СМВФ предполагает национализацию банка. В свою очередь, замглавы фракции БПП Верховная Радия Алексей Гончаренко в эфире программы «Шустер Лайф», комментируя предложение госгубернатора, отметил, что данная инициатива может спровоцировать масштабный экономический кризис. Нельзя же все разваливать! Вот сейчас он это наговорил! Ему все равно! Он себе пошел! Сотни людей завтра побегут за своими вкладами и ляжут, что Системный банк украинский! Ну нельзя же так относиться к стране! Однако, эксгубернатор продолжал доказывать, что крупнейший банк в Украине нужно национализировать. Несмотря на многомиллиардные денежные вклады украинцев. Кроме неоконченных реформ, после деятельности уже эксгубернатора в Одесской области появилась проблема с выплатой субсидий. Об этом на заседании парламента заявил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, проблемы появились после деятельности команды Михаила Саакашвили в Одесской области. В Одесской области произошло стихийное бедствие. Повреждено здание морвокзала, разрушено несколько памятников архитектуры, а самое главное, полностью разрушенный вертикаль государственного управления. Название стихийного бедствия «Торнадо Миша». И сегодня мы имеем ситуацию, когда команда Саакашвили довела до того, что в Одесской области самые худшие показатели по целому ряду направлений, в том числе по предоставлению людям и назначению субсидий. Я поднимал уже этот вопрос на прошедшем части вопросов к правительству. Я хочу попросить министра социальной политики доложить о том, что сегодня делает правительство. Я знаю, что вы взяли под личный контроль эту ситуацию и хотел бы узнать, каковы результаты. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос Гончаренко, сказал, что в Одессу направят специальную правительственную комиссию для изучения проблемы. Вчера заступник министра социальной политики Мущинин разом с віце-премьер-министром Кистіоном перебували в Одесской области. И одни из вопросов, которые они изучали, это стан справ с наданием субсидий и организацией помощи Одесской области в выравнивании ситуации. Несмотря на это, Саакашвили обвиняет команду Думской ТВ вне объективности. В эфире телепрограммы «Шустер Лайф» экс-губернатор посчитал, что Думская ТВ транслирует неправдивую информацию. Как он сказал, кроме того, что проводить реформы губернатору мешали в администрации президента, это регулярно делал Одесский канал, заявил Саакашвили. Я хочу сказать, что как что влияет тоже на людей. В Одессе как что против нас действовал. У этих есть канал Думская, который все время лила на нас грязь. Полностью продажный, отвратительный канал. За полтора года на посту главы Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили несколько раз бывал в эфире телеканала «Думская ТВ». Члены команды бывшего губернатора неоднократно принимали участие в прямых эфирах канала. Каждое событие журналисты объективно освещали на телеэкране, говорит генеральный директор медиахолдинга «Думская». В своих подобных высказываниях он задевает честь и достоинство. И профессионалист журналистов, которые объективно освещали его работу, столько последние полтора года. И просто жаль, что он в очередной раз, вот это можно открыто абсолютно заявить, очередной раз солгал. «Думская ТВ» – единственный телеканал в Одессе, который дает возможность высказаться всем сторонам конфликта. Это многочасовой прямой эфир, во время которого дают возможность каждому представить свою точку зрения. Из-за явления Саакашвили о транслировании неправдивой информации сплошная ложь, заверяет главный редактор. На протяжении работы Михаила Саакашвили на посту главы обл. администрации его не раз приглашали на прямой эфир. Я вот последний месяц очень активно общалась с его пресс-секретарем, и она обещала, что он придет к нам на эфир, но он так и не пришел к нам на эфир. И мне, честно говоря, удивительно слышать его точку зрения о том, что мы крутили неправду о нем. Несмотря на слова экспредседателя обл. администрации, Думская ТВ продолжает объективно рассказывать о деятельности членов команды Саакашвили и выступает площадкой для высказывания всех точек зрения.